здравствуйте друзья сегодня я занимаюсь рассадкой папоротников у меня четыре наименования папоротников это нефролеписы вот два вида нефролеписов папоротники лифрафл но я его зову просто рафл да и все вот такой вот значит нефролепис тоже даффи вот такой красавец это тоже относится к папоротникам полиподиум blue star я видела такой blue star в магазине до высотой наверное сантиметров 70 огромный такие листья огромные я не видела его в натуральную величину оказалось что он очень очень красивый у него от листья как вот как бумага лощенная он даже вот шелестит как будто он искусственный но вот здесь вот белый такой слегка беловатый налет это от того что мы у нас туман в теплице и вот из-за тумана оседает вода высыхает и вот он немножко становится беловатый на самом деле у него прям голубоватый такой оттенок и вот такой ос плене он антикум ну я не видела его еще вот во взрослом состоянии все это детки значит когда наверное прошлом году это был или ноябрь или декабрь я получила такие вот маленькие маленькие кассетки прям вот совсем малю пусечки был были эти папоротники и вот сейчас смотрите в этом году они вот такие я уже часть из них уже рассаживала вот даже большую часть немножко осталось что-то продавала прям старалась думаю ну все продам и не буду папоротниками заниматься с другой стороны когда они у меня выросли что-то мне их жалко стало думаю нет оставлю все равно значит что нужно для того чтобы их рассадить дело в том что здесь есть свои особенности своей тонкости у каждого вида папоротников допустим вот этот нефролепис видите у него вот такие ножки вот эти вот штучки да вот они растут и вот сюда это вот этими лапками они захватывают свое себе пространство потом это конец этой лапки укореняется в земле и вырастает новый побег поэтому нужно вот для этих нефролеписов нужно обязательно такое пусть она будет низкая посудина да но она должна быть широкая дать место вот этим лапкам укорениться иначе вот я даже не знаю как они вот здесь укоренялись у меня тут вот столько внутри этих лапочек они вот дают 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 побеги ведь здесь вот если размножать сейчас я вам покажу буду размножать делить тут я не знаю делить на сколько их штук надо вот и они если дать им возможность прям широкую такую посуду да они прям вот быстро-быстро будут давать побеги а на самом деле вот в такой маленькой посуде или вот в этой посуде видите он еще меньше горшочек он тоже этот нефролепис тоже так же вот он видите вот они лапочки у него вот такие лапочки и он бедный тянется тянется он ищет ищет себе пространство куда же ему укорениться ему некуда надо пошире корневая система у них но не настолько прям вот большая она да ну видите вот посмотрите эти лапки там зелененькие уже торчат они ищут ищут себе пространство и не могут найти им надо немножко пошире и вот такая емкость маленькая я как посадила в прошлом году маленький вот этот пищевочку пищевочку такую побег небольшой и вот больше я не трогала их а вообще надо было уже несколько раз надо было пересадить уже бы было этих папоротников бы было море но мне казалось что они растут медленно они вот прям чахленькие такие и как-то я их не трогала не обращала внимание а сейчас вот смотрю уже вот дело кости не скоро 1 сентября они у меня вот распушистились да столько их прям такие огромные стали думаю ну все очередь подошла пора пора их рассаживать вот это то что касается нефролеписов а вот полиподиум он совсем по-другому здесь нет таких лапок но здесь совсем другая история ой смотрите они пускают такие вот картошечки когда я высаживала получила их не было вот таких вот картошечек вот вот видите картошечки здесь надо делить по картошечкам разрезать тогда не было это было видимо семенные что ли папоротники детки я имею ввиду и вот этого я не видел потом смотрю какие-то начали появляться наросты думаю вот вот это что еще такое какие-то шишки какие-то наросты оказывается вот этими вот тут нужно и делить прям от этих наростов идут корешочки и прям получается отделяешь и высаживаешь вот такая картинка и вот этот асплениум асплениум я так думаю что здесь надо делить по розеткам вот смотрите корневая система вот год он простоял да тут корней практически нет и как то вот он у меня я не знаю честно говоря я не смотрела даже какую он соленую почву любит ой вернее кислую или пресную вот точно не знаю но пробовала делила я тут розетки видите если начать вот они розеточки мне кажется это надо по розеточкам делить вот когда мы сейчас начнем делить рассаживать и посмотрим и вместе с вами определимся что же ему надо а так разбираем давайте разделим нефролепис смотрите сколько этих лапок полно полно вот они сейчас я попробую разделить прям сила видите везде эти лапки вот они они в центре везде надо было давно уже сделать сейчас бы уже отросли бы вот можно поштучно рассадить можно прям по нескольку штук если вы хотите чтобы побыстрее было вот такая вот деточка вот такая с лапками вот если по одной со высаживать смотрите сколько уже лапок пустила я так думаю что вот такого горшочка для него это мало вот уже лапки все наружу уже выходят это 10 с половиной горшок это 12 горшок ну вот такой я так думаю в самый раз вот 12 горшочек уплотнять ничего не будем просто вровень с точкой роста вот так и будем делить ввиду вот так вот вот так вот и здесь хочу оставить прям 2 наверно вот такой горшочек возьму и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...